добрый день здравствуйте мы начинаем наш прямой эфир сегодня он посвящен моделированию витражному я только что проводила эфир в instagram сделала вот один ноготок такой витражный витражный вариант подготовила второй пальчик сейчас будем с вами выполнять витражное моделирование использовать будем твердую гелевую систему классические гели для моделирования прозрачный гель монофаз для витража soft pink желе пол pink цвета подготовила настроение сегодня помоделировать более сложные варианты ну собственно говоря давайте начнем на первом этапе ноготок я подготовила выполнила аппаратную обработку ногтевую пластину далее мне необходимо обезжирить обезжириваем длину свободного края я убрала для постановки формы и удлинение тела ногтя френч у нас будет сегодня выкладной и витражный кончик прозрачный ногтевую пластину натуральную подсушивая при помощи nail prep а наношу его полностью на поверхность всей ногтевой пластины далее наносим ультрабонд ультрабонд это грунтовочный препарат это праймер мы проходим тоненьким слоем без нахлёстов полностью по всей поверхности и по торцу даем подсохнуть ему на воздухе он испаряется на воздухе и следующим этапом мы будем использовать базу классическую базу супер бонд для прикрепления следующих слоев материала также наносим ее тонким слоем с отступом от кутикулы тоненько протягиваем по поверхности ногтевой пластины контролируем границы чтобы база мне не попадала на кожу и хорошо полностью перекрыла весь ноготок 30 секунд просушиваю добрый день да здравствуйте приветствую всех кто присоединяется к нам эфир у нас сегодня по витражному моделированию витражное моделирование это такая достаточно сложная скажем техника на первый взгляд но весьма интересно юлия потеряла форму пока я просушиваю базу нам необходимо подготовить форму мы работаем сейчас на одноразовой форме на клеевой основе чрезмерную длину формы я убираю снимаю форму с липкой основы и подклеиваю окошко для жесткости разрезаю форму по линии перфорации фиксирую поперечный изгиб и приступаю к установке формы форму завожу сначала под уголочки ногтевой пластины а потом вставляю середину верхние боковые части фиксирую сбоку пальчиком и склеиваю нижние боковые части стык в стык конечно форму ставить двумя руками гораздо удобнее чем одной но так как сегодня я работа на себе делаю это одной рукой форму слегка слегка установила в наклон потому что моделирую потому что моделирую миндалевидную форму ногтей сейчас чуть-чуть девочки чуть-чуть поплотнее смотрим чтобы форма у нас совпадала с центральной осью смотрим в капельку в торец чтобы она у нас не куда не уходила и плотно прилегала к внутренней стороне ногтевой пластины для подложки в качестве подложки нам нужен будет прозрачный материал в качестве прозрачного материала я буду использовать скульптурный гель это гель монофаз гель скажем универсальный его можно использовать как в качестве подложки так и для выстраивания полностью всей скульптуры полностью все архитектуры ноготка монофаз используют для подложки сейчас гелью все девчонки кто ждал все продукты они уже доступны на и мешок все появились в продаже поэтому все кто ждал наконец-таки заказывайте заходите абсолютно все материалы они уже есть у нас во всех форматах это гель монофаз это гель easy one гели пинк милк то есть и вдоль паках и в баночках и в бутылочках все уже доступно можно эти продукты заказать монофазом я делаю тоненькую тоненькую подложку использую его для жесткости и естественно для того чтобы свободный край у меня был прозрачный покажите пожалуйста еще раз вид сбоку сейчас просушил и обязательно покажу вид сбоку форма у меня верхние боковые части находятся выше пальчика соответственно форма слегка по оси уходит наклон для моделирования миндалевидных миндалевидной формы ногтей такой вариант со всех сторон со всех сторон показываю видите форма уходит наклон так как верхней боковой части у меня выше уровня пальчиком следующим этапом я моделирую ложе моделирую бортик скажем ограничения по которому я потом буду заливать уже скульптурным гелем soft pink желе я использую для этих целей он очень удобен это гель высокой вязкости где вытаскиваются такие как можно сказать колбасочки и начиная от одного ногтевого в роста доходя до центра останавливаюсь набираю еще одну колбаску геля и также от ногтевого в роста до центра я сначала выстраиваю себе примерную форму моей будущей линии улыбки обязательно переворачиваю смотрю потому что моделирую на себе рука в изгибе другую скажем так приобретает в другой плоскости я на него смотрю конечно мне не очень удобно ну а пила можно будет все поправить пока я не просушила я сразу бортик начинаю формировать высоту можно это делать в несколько этапов сразу не просушивая выстраивать можно просушить один слой выстроить следующий стараюсь сразу сделать максимально чисто максимально аккуратно сейчас подсушу soft pink желе достаточно быстро достаточно быстро подсыхает поэтому можно сполимеризовать буквально в течение там пяти секунд и уже следующую линию выстраивать высоту я использовала базу супер бонд супер бонд гель для базового покрытия под классику люблю использовать именно эту базу если у клиента ногти влажные можете использовать бейс гель из гель-лаковой системы подбирайте индивидуально для клиента на ком будет лучше стоять и смотрите на наличие от слоек и так далее так начинаю формировать бортик еще выше естественно когда вы моделируете не на одном пальчике да когда вы делаете выкладной френч на всех на клиенте обязательно ложи по длине друг с дружкой сравнивайте но у меня сейчас если посмотреть на среднем пальчике ложи чуть-чуть длиннее и в принципе это логично так как ложе здесь имеет большую ширину соответственно и длину нужно выстроить чуть чуть больше то есть принципе они у меня сейчас получаются достаточно пропорциональными если брать маникюр полностью целый на целом человеке на клиенте не по одному пальцу если делать так я продолжаю выстраивать бортик по высоте приподнимаю прям вытягиваю в центр центре у меня должна быть максимальная высота при взгляде сбоку эту высоту мы можем себе определить мы можем мысленно простроить себе центральный продольный изгиб сориентироваться где у нас должна находиться точка апекса где будет максимальная высота и с какой точки начнется плавный спуск зоне свободного края еще раз подсушу и запасом на пил добавлю смотрите по поводу композит геля по большому счету вы можете использовать но натурал композит гель имеет цвет натурального ногтя то есть он желтый и будет отличаться от цвета камуфляжа на ногтевом ложе соответственно когда вы опилите у вас получится не очень красивый результат смысл софт пинг желе именно в том что он подходит по цвет камуфляжу и после опила этого будет не видно следующий следующий этап формировать тело ногтя удлинение можно еще при помощи например если у вас в наличии нет софт пинг желе вы никогда не пробовали хотите попробовать можно смоделировать ложа при помощи акригеля скульптурного камуфлирующего акригеля например cover или карамель еще у нас есть цвет тоже он подходит для ложа ногтевого акригелем выкладывается в одну капельку я сейчас делаю вариант скажем более заморочистый такое у меня сегодня такое мне сегодня настроение поэтому решила показать вариант немножечко посложнее разбив его на несколько этапов в зоне стыка зоне в ростов ногтевых вот этот бортик должен быть чистым он должен начинаться от ногтя не должно быть никаких просветов поэтому после выкладки я контролирую и добавляю небольшое количество геля для того чтобы заполнить эти пространство зазорчики которые у меня остались потому что на этапе опила нам это будет очень важно бортик должен получиться ровным чистым абсолютно гладким от этого зависит из конечный вариант и ровность нашей линии улыбки добавила тоже немного просушила зачем так выкладывать дольше или еще проще на верхних формах вариантов работы несколько вариантов работы бы даже сказала масса повторюсь можно ложи выкладывать акригелем сразу с одной капли можно работать более жидким материалом гелем здесь все зависит от того какой вам вариант больше близок и какой комфорт не использовать так можно и так и так можно по всякому на мой взгляд интересней почему бы и так не поиграться набираю небольшое количество геля и начинаю закладывать толщину выстраивать то есть к бортику закладывать материалом делаю это от кутикулы двигаясь непосредственно к бортику чтобы проконтролировать и не заложить лишних пузырей если у меня гель выгрузится просто сверху внутри может образоваться пузырь и потом в результате пропила открыться будет это видно я к этой технике пришла путем конкурсного моделирования ну например были времена когда еще не было того же самого акригеля камуфлирующего акрилом я не работала все они мастер гелевик и для того чтобы удлинять тело ногтя мы использовали вот такой вариант он тоже имеет место и на самом деле есть мастера которые больше нравится именно такой способ здесь в чем плюс я очень люблю использовать жидкий гель так как он хорошо ровно здесь сказала ровно и тыкнула ровно ложится в зоне кутикулы то есть у нас нет необходимости потом опиливать например акригель так идеально ровно зоне кутикулы не выложишь с верхними формами тоже в зоне кутикулы приходится сильно много сильно много опиливать а вот именно с гелем получается хорошо наполнены сразу продольные изгибы то есть на мой взгляд это красиво смотрится так боковую поверхность наполняю с одной стороны с другой там где я случайно залезла тыкнула в кутикулу я материал убрала и пока туда не подхожу я сейчас распределю на поверхность видите он сцентровать его можно перевернуть центровать так намного дольше все зависит от навыка все зависит от навыка от скорости вашей работы поэтому кому-то так быстрее кому-то так дольше кто-то очень долго сидит с акригелем долго его месяц долго распределяет акригелем тоже имеет свойство нагреваться от температуры ногтевой пластины прилипать нет варианта правильного или неправильно есть разные варианты в работе я прекрасно что мастер может сам для себя выбрать то что ему больше удобно и то что ему больше нравится так наполнила даже многовато взяла уже буду просушивать сейчас чтобы у меня излишки не потекли время полимеризации две минуты так нет ли сколов улыбки от основы отвечая на вопрос нет сколов улыбки от основы не может быть по той причине что у нас подложка идет прозрачная от свободного края полностью мы к торцу ногтевой пластины прикрепляем прозрачную подложку и соответственно ложе уже выкладывается сверху то есть это не две половины да по сути есть вариант с двумя постановками формы когда вы выложили сначала ложе опилили потом подставили форму и уже стык стык выкладываете свободный край если не нарушена архитектура если ноготь не перепилен и толщина в нужном месте заложена стрессовая зона сохранена то никаких расколов напополам не может быть выложили подложку выложили посушили и теперь приступаем к обезжириванию обезжирили ногтевую пластину и можем уже приступать к пилу форму видите я подклеиваю прям контролирую потому что в процессе когда мы долго работаем обезжириваем форма может немножечко расходиться этот момент нужно контролировать так далее при помощи пилочки для натуральных господи для искусственных ногтей 100 на 180 единиц я начинаю опил опил начинаю с заужения и плавненько вывожу будущую линию улыбки устанавливаю пилочку с упором в торец непосредственно в торец и начинаю опиливать с одной стороны подхватывая выхожу к центру аналогичным образом с другой стороны пилочка фактически под 90 градусов меня работает форма линия улыбки классическая у-образная если вы моделируете например стилеты спасибо большое если мы моделируем стилеты то ложа ногтевое можно сделать таким более острым если вы моделируете квадрат классно смотрится чуть покруглее ну то есть чтобы она немножечко еще отражала форму свободного края гармонично смотрелось ровность бортика это будущее наша линия улыбки чем чище вы опилите бортик тем ровнее у вас получится линия улыбки перерисовать ее потом на выкладном френче не получится видите пилюк верх ногами немножечко ложе у меня уходит в сторону поэтому разворачивайте обязательно когда пилите на клиенте полностью разворачивайте кисть смотрите на ложе относительно центральной оси чтобы центр у вас совпадал с центром будущего свободного края чем эффект у нас должен и результат получится ноготки должны смотреться гармонично несмотря на то что они имеют достаточно большую длину так в усиках мне такая высота не нужно поэтому я укладываю пилочку на поверхность и немножечко спускаюсь ввожу бортик этот сохраняя толщину в центре с другой стороны делаю аналогичное движение для чего я это делаю во первых лишний материал потом не пилить и мне сразу при взгляде сверху видно что ложе у меня заужается то есть вот здесь я убрала высоту и соответственно у меня и ушла ширина у нас эти плоскости взаимосвязаны до высоту убрали соответственно и ширина сразу стала стала на место так контролируем место прикрепления усика нам нужно чтобы было к чему прикрепиться и в дальнейшем опили чтобы усик не ушел в пропил так ну я думаю что здесь мне достаточно будет при выкладке обращайте внимание чтобы у вас максимально аккуратно материал был выложен на поверхность это добавит чистоты в конечном результате готова наша ложа ногтевое мы его проверили со всех сторон прокрутили просмотрели для того чтобы убрать опил с поверхности я беру салфетку без ворсовую с обезжиривателем и убираю убираю опил и дальше могу приступать уже к прокрашиванию торца прокрашивание моей будущей линии улыбки на второй ноготок сочетание я решила взять цвет эйфория да вот у меня на соседнем ноготке раска . из этого цвета чтобы они гармонично друг другом смотрелись сначала прохожу кисточкой прямо из флакона счищаю и по торцу прям по торцу прокрашиваю то что вышло на поверхность можно вот так пальчиком снять при опиле все это уберется кисточкой дохожу туда куда мне кисть позволяет а именно в усики я уже конечно дойду кистью линеарной она потоньше и позволит мне прям вот этот усик на нет свести и тоненько его прокрыть с одной стороны с другой стороны манипуляцию повторяю саму именно остроту усика выведем после опила при необходимости если такая необходимость будет так дальше на подложке просто сухой сухой кисточкой я растягиваю цветовое наполнение здесь зависит все от того что вы хотите хотите добавить чуть больше чуть меньше можно это делать обычными гель-лаками можно это делать гелевыми красками можно использовать витражные гель-лаки витражные краски зависит это от того какой вы хотите получить результат более насыщенный цвет яркий полупрозрачный вариант то есть тут тоже смотрите можно поиграться в том варианте в котором вам больше нравится поработать либо вам больше нравится либо клиента запрос да так второй раз дублирую чтобы у меня было плотно насыщенным цвет улыбки по торцу и также на нет еще разочек на нет сведу немножечко растушую некрасиво когда здесь видно четко такая граница красиво это на мой взгляд некрасиво смотрится так дальше мне нужен монофас монофас также можно смотрите смешивать можно смешивать смотрите видите с гель-лаком тем же самым которым вы прокрашивали торец можно поработать витражными гель-лаками ну вот например если смешать 22 цвета смотрите также мы можем получить прикольный оттенок так раз это витражные гель-лаки у них полупрозрачная основа и и при смешивании можно получить такой же фиолетовый оттенок то есть тут уже я же говорю поразвлекаться как вы хотите декорации я добавлю только в зону непосредственно линию улыбки то есть вот этот переход к торцу ногтевого ложа я прохожу монофазом и по мокрому заполняю декорациями использовать можно любое на ваш вкус и цвет что вам больше нравится любые декоративные элементы пожалуйста в витражах используйте так сейчас я немножечко подсушу буквально три секунды также возьму монофаз продолжим набрали капельку геля вложили здесь чуть-чуть взяли вмешали опять нагребли обратно на кисть выгрузили и вот такой эффект разводов внутри чуть-чуть подсушили опять нужно синего например добавить добавили синего хотите гель-лак вмешайте гель-лак цвет опять сгрузили добавили нужно только какой-то прозрачный вариант поработайте только прозрачным такие витражные витражные ногти они хорошо тем что можно пофантазировать можно немножко уйти от обыденности нашей ежедневной повседневной немножечко поразвлекаться дополняю прозрачкой уже прохожу в усики хорошенько закладываю сейчас только свободному краю немного добавлю вот так прям сразу с гелем протяну посушу и доложу свободный край время полимеризации две минуты у материалов гели у цветника также две минуты полимеризуем такая достаточно грязная работа на творческий процесс он всегда предполагает такой ну по крайней мере у меня некоторый бардак на столе образуется так это мы сделали докладываю докладываю в зону свободного края уже контролирую чтобы мне толщина ребер здесь было можно выровнять поверхность перевернуть сцентровать по насыщенности блеска по насыщенности цвета вы можете регулировать самостоятельно в зависимости от того какой конечный результат вы хотите получить мне сегодня импровизация поэтому как выложилась так так и остальным перевернулась центровала немножко потяну гель чтобы мне хватило изгиба чтобы не хватило запас не был на пил ноготь в камере сейчас поправим спасибо большое сейчас я уберу все лишнее будем опиливать и проконтролирую чтобы ноготь у меня был в центре я думаю что вот так будет видно запасом на пил я все это делаю при снятии формы можно будет увидеть толщину если вы сняли форму видите что вам зоне свободного края недостаточно материала можно совершенно спокойно добавить его даже уже в процессе опила для подложки и для выстраивания сверху толщины я использовал один и тот же гель это гель монофаз монофаз это гель универсальный который позволяет нам выполнять и моделирование сложно и обычные простые коррекции снимаю с подложки стягиваю немножечко промазываю эти вот здесь зоне свободного края в носике тоненько получилось я возьму и добавлю пока я ноготок не обезжирила дополнительно чтобы мне не пришлось опиливать потом докладывать я сделаю это на данном этапе так монофаз использовали пал пинг софт пинг желе девочки можно использовать софт пинг можно использовать софт ньют ложе можно выкладывать и акригелем все зависит от того как вам удобно работать и какой эффект вы хотите в результате получить продукты эти всех долго ждал поставки не мог приобрести уже доступны они уже есть в наличии на и мешок можно все это приобрести я обезжириваю и приступаю к пилу для пила использую пилочку для искусственных ногтей 100 на 180 единиц убираю чуть-чуть длину так как выкладывала с запасом выравниваю сразу же боковые параллели сразу сбоку снизу сбоку сверху снизу сбоку сверху боковые параллели выкладывала с провисанием с запасом на отвил выхожу к центру и теперь я вижу что конечно же меня тут толщины с хорошим запасом приподняла но не окончательный вариант немножко под пилюс зоне свободного края начну приближаться чтобы у меня форма начала открываться моя сниму толщину с поверхности чуть-чуть опять посмотрю в торец при необходимости приподниму боковые параллели то есть будем подчищать поэтапно пилочка двигаюсь четко движение у меня туда-сюда по всей поверхности в усики я буду подходить самый последний момент то есть чтобы не перепилить лишнего боковую параллель работаю дорабатываю толщина открывается я ее убираю сразу но при этом вот в сам усик я не лезу только в последнюю очередь для аквариума подойдет желе вы имеете ввиду желе прозрачный какой-то гель желе для аквариума для витражного моделирования подойдет любой прозрачный скульптурный гель который имеет достаточную жесткость чтобы быть прочным зоне свободного края подойдет так еще раз носик смотрите основную толщину я фактически сняла то есть если боковой оси посмотреть уже начинает вырисовываться у меня поверхность единственное что сейчас у меня толщина вот ближе к зоне свободному краю мне чуть-чуть ее нужно подвинуть запись сохранится да всегда сохраняем запись прямых эфиров так дорабатываем дорабатываем опять-таки кустику подхожу плавненько делаю это поочередно с одной с другой стороны опиливаю симметрично не так что знаете с одной стороны взяла все спилила в ноль здесь с одной стороны подобрала и на другую перешла опять дорабатываю с толщиной торца я конечно люблю прям еще тоньше ноготки прям вот допилить чтобы они знаете были такие тонкие тонкие и звонки на себе тоже всегда потоньше стараюсь моделировать опилили основу и теперь можно переходить уже к тому чтобы опиливать ложи и плавно подходить к усикам здесь еще ступенечка образована поэтому мы пилочку подносим подчищаем все хорошо чтобы меня место стыка никакого такого перехода у меня не должно здесь образовываться очень важный момент чтобы усик не уходил в пропил мы понижаем толщину материала от ложа вниз если я сейчас возьму вот так пилочку снизу заведу мне сразу успелиться полностью уйдет и конечный результат уже сразу будет испорчен скажем так безвозвратно поэтому с усиками очень очень аккуратно нужно работать также с другой стороны хочется прям верх ногами руку вывернуть неудобно пилить на себе так все и начинаю дорабатывать уже по ногтевому по ногтевому ложу делать плавный переход от зоны кутикулы капексу зачищать границы гель натуральный ноготь зоне кутикулы у нас там материал ровно выложен там можно блеск вот этот прям шлифовщиком снять но конечно переход нужно обязательно контролировать пилочкой пилочкой так смотрю толщину боковых поверхностей дорабатываю поверхность после опила должна быть гладкая красивая чистая смотрите конечно если моделировать полностью всю руку понимаем что длина у нас в зоне свободного края на указательном более длинная поэтому кто нам мешает взять ее и подобрать арочка поперечная должна быть симметрично в любом случае боковые стороны должны находиться на одном уровне и уголочки свободного края в данном случае изгиб свободного в свободном крае должен быть симметричным так допиливаем сейчас здесь с усиком доработаю с правой стороны так как так как неудобно мне здесь почистить я думаю что так уже будет нам достаточно зачистили границу свели на нет прям четенько четенько все выровняли можно выполнять шлифовку мое моделирование не считается арочным во первых я сейчас моделировала миндаль и устанавливала форму вниз наклоном вниз если я устанавливаю форму с наклоном вниз мне никаким образом арочном моделирование не получится для того чтобы получить арку в зоне свободного края необходимо форму устанавливать с значительным вздергиванием поэтому нет мое моделирование не считается арочным у меня достаточно хороший изгиб свой натурального ногтя ноготок имеет и при установке формы я просто ее хорошо зафиксировала в поперечном изгибе поэтому у меня такое видео хорошо изогнутый получился так сейчас немножко горбушечку тут уберу зоне свободного края и могу переходить уже непосредственно к шлифовке так мне нужен шлифовщик также для искусственных ногтей 100 на 180 единиц хорошо зашлифовываю блеска в зоне кутикулы прохожу и в усиках и в поверхности свободного края снизу я тоже прохожу шлифовщиком потому что в любом случае остается зубчатость от более грубого абразива в пилочке чтобы этого не происходило обязательно нужно проходить шлифовщиком сейчас посмотрим кстати сейчас посмотрим у меня на ложе на ногтевом на линию улыбки образовался пузырек и в результате того как пузырек этот образовался пошел он в пропил и соответственно получился получилась линия улыбки не очень ровно и на это обращайте обязательно внимание если заложился пузырь вот я например на этапе выкладки этого не увидела а в апеле сразу раз и все у нас открываться все становится видно поэтому с пузырьками при выкладке нужно быть очень внимательными и момент этот контролировать так шлифовку мы выполнили сделали можно я сейчас влажная салфеточка просто уберу а пил убираю а пил видите вот был пузырик и соответственно в линии френча вот там где материал лег у нас чисто ровно и без пузырей линия улыбки идеальная ровная а там где был пузырь получается он прокрасился цветом и соответственно линия улыбки получилось уже неровная если вдруг так произошло перерисовать перепилить вы же не будете заново до спиливать то есть это можно исправить только при помощи уже непосредственно дизайна у нас такая возможность с вами сейчас будет так как я приготовила аналогичным образом как на соседнем ноготочке я приготовила раскаточку такую цветовую и при помощи цветовой раскатки как раз таки мы ее выложим в эту зону и ну скажем так из будем мы скажем избегать кривизны нашей за счет пузыря без выходных ситуаций не бывает да мы всегда имеем возможность что-то исправить поэтому даже если вы на этапе моделирования не заметили не увидели паниковать не нужно всегда можно выйти из ситуации мы сейчас таким образом расположим дизайн что нам не видно будет этих моментов я покрываю топ слайдером по поверхности ногтевой пластины делаю это равномерно и достаточно тоненько и вот я пока слайдер не просушила и раскатку прямо на не просушенный слайдер зафиксирую можно выбрать любой вариант который вам нравится сочетание да если где-то она получилась там более грубая можно излишки убрать при фиксировать либо распределить ее частями пинцетом можно палочкой как вам удобно так вот эту часть грубую более я убираю возвращаюсь к своей палочки и палочкой раскатку фиксируем так так и добавим еще сейчас сверху кута надпись видите буквально линию френча мы не закрыли но пузырек по крайней мере у нас закрылся но это же выход из ситуации правильно выход то есть мы его нашли и это замечательно подсушиваем буквально 30 секунд подсушили смотрите если вы не хотите дополнительных слоев можно слайдер то просушить две минуты хорошенько его обезжирить и уже на поверхность выложить шармикон на обезжиренное потому что шармикон у нас перекрепляется к любой обезжиренной поверхности шармикон я использую номер 195 art is life называется классные очень надписи прикольно можно комбинировать сочетать с различными вариантами дизайнов так 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 я все таки обезжирю сейчас дополнительно не хочу ты класс использовать и вот небольшую часть слегка зафиксирую почему вы вот так нам не поступить например небольшой такой элемент выбрала золотом чтобы он сочетался хорошо сочетался с золотыми переливами в зоне свободного края такой будет интересный вариант и теклосом покрываем обязательно перекрываем теклосом если вы хотите чтобы у вас был стойкий такой жесткий глянцевый блеск прямо стекловидный можно перекрыть сверху ультрашайном топом ультрашайном но так как я использовала сейчас декорации да я использовала шармикон естественно ультрашайном я не могу перекрыть он просто не будет на этом топе держаться поэтому я использую теклос поверхность я обязательно выравниваю а также при помощи топа теклоса выравниваем поверхность и декорацию мы выкладывали шармикон также имеет толщину обязательно нужно перевернуть сцентровать для красивого блеска глянцевого с раскатка смотрите видите я толстовато сделала конечно немножко видно так я сейчас перевернула ноготок я сцентровала можно вторым слоем пройти если вы видите что есть такая необходимость вам нужно перекрыть декорации совершенно спокойно можно взять и пройти вторым слоем сейчас 30 секунд подсушим и пройдем когда будут слайдеры с русскими словами так ну честно говоря я не знал когда будут слайдеры с русскими словами сейчас у нас наличие слайдеров с русскими словами с новогодние у нас декорация еще есть там также есть русские надписи вот я думаю что нужно обязательно подумать на эту тему и что-то добавить с русскими словами так второй слой можно добавить как теклос также можно добавить и ультрашайн топ я сейчас это делаю для выравнивания поверхности для выравнивания поверхности у меня здесь позволяет толщина ноготь у меня нет толстый поэтому я совершенно спокойно выложу еще один слой добавлю именно в переходе и просушу я не буду досушивать уже сейчас две минуты окончательно нам эффект и результат будет виден использовала сегодня я гель монофас прозрачный скульптурный софт пинг желе пол пинг можно использовать soft pink soft nude можно работать акригелем также мы работали также мы работали неоновыми цветами мы работали гель лаками витражными они есть формате во флаконах они есть формате в баночках что кстати тоже очень удобно их можно смешивать друг с другом совершенно спокойно и вот в результате получать такие яркие цветные варианты видите он если на просвет смотреть видно читается там и и блеск читается и цветовые разводы то есть тут все зависит от вашей фантазии и вот такие в вытражные выкладные френч витражные можно получать если у вас остались какие-то вопросы вы можете их писать в комментариях эфир обязательно сохранится обязательно выложим спасибо всем большое за внимание до новых встреч всем хорошего дня